С сотнями тысяч тонн измеряется количество молока, которое ежегодно производят в нашей республике. Вероятно, недавние санкции эту цифру могут изменить только в сторону увеличения. В минувшие выходные на все многообразие местной молочной продукции чебоксарцы могли посмотреть и не только. В столице Чувашии прошел третий фестиваль молока. Восемь молокоперерабатывающих предприятий Чувашии представили более 20 видов собственной продукции. В то время, как одни производители предлагали попробовать молочные новинки на вкус, другие демонстрировали, как можно использовать молоко в косметических целях. Принять участие в молочном празднике мог каждый желающий, от мала до велика. Мы приехали узнать о новой продукции, какая вообще есть. Много нового узнали, там какой-то новый кооператив появился, выпускает, что там выпускает, коктейлер отличный на молоке с разными вкусами. Дочке очень понравились. Кисломолочные продукты, молоко, йогурты, все очень любим. Грамотами и ценными призами были награждены работницы, надоившие более 7 тысяч литров молока с одной коровы в год. Также в рамках фестиваля были подведены итоги конкурса творческих работ. Глава республики поделился с участниками фестиваля собственным отношением к полезному продукту. Когда руководительным хозяйством работал, рано утром надо было выезжать, когда весенние полевые работы, в 4-5 часов утра. И вот мама всегда готовила литр парного молока из-под коровы. Я выпивал, это хватало практически на полдня, это был очень такой сбалансированный завтрак. Поэтому, кто имеет определенный страх к молочной продукции, надо привыкать, ибо на потребительском рынке сегодня ассортимент большой, достаточный. В настоящее время переработка молока в Чувашии занимаются 12 предприятий. Мы, как потребители, всегда должны задавать вопросы продавцам. Откуда молоко, где оно произведено, какова технология содержания коров. В таком случае мы будем достаточно знать и меньше ошибаться при покупке этого полезного для здоровья продукта. Подчеркну в своем обращении к жителям Чувашии Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика.